Дворы иногда превращаются в настоящее поле боя. Машины стоят на газоне и бордюрах, пешеходы не могут пройти, а водители выехать. Чем грозит неправильная парковка во дворе и какие способы решения проблемы существуют? Общий принцип современной урбанистики таков. Дворы должны быть для людей, а не для машин. Автомобили есть у 20% жителей дома, а занимают они 80% пространства двора. Это неправильно, хотя обычно это так и работает. По правилам дорожного движения нельзя парковаться на тротуарах и загораживать выход к подъезду, а также следует оставить доступным проезд к пожарному гидранту. Если вашей машине требуется длительный прогрев, особенно в зимнее время, ее нужно парковать на достаточном расстоянии от окон квартир. В жилой зоне также запрещено сквозное движение, учебная езда и стоянка с работающим двигателем. Решить проблему со скоплением машин во дворе поможет строительство наземной или подземной стоянки, места на которые смогут приобрести все желающие собственники квартир. Строить отдельные многоэтажные дома для машин, видимо, оптимальный возможный путь сохранить во дворах газоны и зоны для прогулок с детьми, а также обезопасить свое авто от угона и повреждений. Но несмотря на создание таких решений уже во многих новых районах, не все жильцы спешат приобретать недвижимость для собственной машины. Отталкивает высокая стоимость, а также доступная альтернатива. Дворы не закрыты, и все продолжают парковаться на любом свободном кусочке асфальта.